Если собака друг человека, то пес по кличке Старк, друг в квадрате. Это поводырь, с которым можно смело гулять по городу. Старк знает несколько маршрутов и способен отвезти хозяина и на почту, и в магазин, и в аптеку. По пути пес останавливается перед ступеньками, чтобы его спутник мог нащупать тростью дорогу. И обходит препятствия и лужи. С таким напарником путь будет быстрым и безопасным. Но время диктует новые правила и дает дополнительные возможности. В Центре реабилитации для инвалидов Самарский, потерявшим зрение, предоставляют современные средства реабилитации и гаджеты. К примеру, сенсорный телефон с приложением, которое помогает определить номинал купюр, и с онлайн-приложением для слепых – Тинтолк, в котором они общаются и проводят мероприятия. Телефон, по сути дела, заменил многие ранее выдаваемые средства реабилитации. Современный телефон позволяет и полностью пользоваться теми же самыми функциями, что и обычные зрячие пользователи. Позволяет оказаться инвалиду по зрению более мобильным. Есть специальные приложения для навигации, которые озвучивают маршрут и помогают сориентироваться на местности. В регионе Центр работы из 2006 года. Там обучают слепых ориентированию в пространстве, пользованию техническими средствами реабилитации, компьютерами и сенсорными смартфонами, а также как управляться с тактильной тростью. Оказывают психологическую помощь как индивидуально, так и в группах. Все это, как и средства реабилитации, предоставляется жителям региона бесплатно в рамках программы реабилитации инвалидов по зрению. Нас поддерживает Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области. Мы с ними тесно сотрудничаем. Они нам очень хорошо помогают в целях приобретения оборудования нового, которое регулярно закупается и регулярно обновляется. В этом году в Центре были оборудованы рабочие места для слепых, закуплены сенсорные смартфоны, электронный видеоувеличитель, устройство для прослушивания говорящей книги, оборудована комната социально-бытовой адаптацией, где незрячий может освоить навыки независимого проживания в быту, тактильные трости для обучения. В этом Центре в год около 300 инвалидов по зрению получают бесплатные реабилитационные услуги. Всего в области работают 18 государственных учреждений, оказывающих социальные услуги для инвалидов всех категорий, направленные на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями. В этом году их помощью воспользовались около 9 тысяч граждан.